Рыбы. Вот если бы можно было по всему зодиакальному кругу от овна положить человечка, то его ступня заканчивается на рыбках, а голова начинается в овне. Вот это знак, который обладает какой-то мудростью. Рыбы могут принять лукавство другого человека, могут принять недоговоры, могут принять вранье другого человека. Они очень хорошо это считают, потому что сами способны иметь двойное дно. Рыбы мудры и стараются никого не обидеть. Но иногда информация, которую обладают рыбы, могут уничтожить амбиции или достижения другого человека. Просто сверху дать какую-то уничтожающую информацию. И в этом году не исключение. Им нужно быть очень осторожны со своими высказываниями. Потому что в рыбы попала планета, которая отвечает за двойственность. Эмоционально рыбы могут, не ведая, что творят, разрушить другого человека, разрушить его планы, разрушить его настроение, отношения. И ведая, строить при такой отрицательной луне, допустим, интриги и манипулировать другими людьми. Поэтому любой год – это новый виточек нашей духовности. Духовность всегда – это устремление вверх и не навреди самое лучшее. Поэтому рыбам стоит об этом подумать. Рыбы в этом году, скорее всего, в плане своей работы или проявления, будут решать не личные свои программы, а социальные программы. То есть если это будет, допустим, воодушевление в работе офиса, то они будут решать проблему всего офиса и быть таким вот направляющим звеном. Если это будет, допустим, в государстве, то государство. Если в городе, то в городе. У рыб слабое место – это голеностоп и ступня. При отрицательной планете Херон и Луне, можно сказать, что поражений, переломов не будет. Можно опасаться растяжения связок, можно опасаться вывихов, можно порекомендовать следить за своей обувью, чтобы она была удобная, ходить аккуратно, ну, в этом году, допустим, избежать высокие каблуки. Ну, а в целом у рыб благоприятный, очень благоприятный, и это может скрасить аспект к деньгам. То есть они могут заработать хорошие деньги, быть богатыми и выйти на новый виток по своему социальному статусу. Хороший аспект путешествия. То есть эти деньги, которые они зарабатывают, могут с удовольствием, с хорошей энергетикой потратить на путешествия. Притом путешествия не в близлежащих городах, а за границей с хорошим отдыхом и с хорошими подарками и впечатлениями. Любовь для рыб – это дело серьезное. Рыбы из тех знаков, которые не хотят быть одинокими. Поэтому даже если отношения разрушаются, то рыбы обязательно пытаются найти свою половинку другого человека, кто мог бы заменить ему предыдущего. У рыб хорошие романтические отношения, и опять-таки, если говорить о том, что я сказала, что это деньги и путешествия, то у них могут быть знакомства при путешествии по миру или привлечения какой-то статусностью или богатством, или какими-то материальными ценностями. Это может быть одежда, это может быть хорошая еда, это может быть хороший ресторан или что-то. То есть у рыб с положительным Нептуном есть все возможности красиво ухаживать, красиво себя преподнести и красиво построить отношения. А будут они длительные или недлительные при отрицательной Луне – все зависит от рыб, насколько они смогут властвовать собой и позиционировать себя как человека, стремящегося к построению отношений, а не к их разрушению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова